Добрый день, меня зовут Настя Косаткина, руководитель детской редакции в издательстве Питер. И сегодня я расскажу вам про две наших новинки в серии «Полезные сказки». Эта серия посвящена и направлена на детей и родителей детей от 3 до 6 лет. Книги «Я обижаюсь, я сдаюсь» уже вам должны быть известны по серии других книг. Это Вики Смирновой «Я стесняюсь и я спорю». В новых наших историях мы, собственно, отрабатываем новые ситуации. Это ситуация обиды ребенка и ситуация, когда ребенок стремится к стопроцентному результату. Как и во всех других книгах этой серии «Полезные сказки», мы стремимся объяснить в них, что переживания даже не очень, как кажется, и прививаются в социуме отрицательных эмоций. Это абсолютно нормально. Истории книги «Я сдаюсь» главный герой Петя, он уже нам должен быть знаком по истории «Я стесняюсь», потому что это мальчик, который помог главному герою «Я стесняюсь» выйти из ситуации на детском утреннике. Ну, в общем, у Пети тоже свои особенности. Он каждый раз, когда начинает новое дело, понимает, что у него не все ладится, не все получается, а дети именно 4-6 лет очень стремятся делать все лучше всех. И если у них все лучше всех не получается, они все кидают, бросают, говорят, что они это больше делать не будут. И тут точно так же, как и во всей нашей серии, важно правильно подойти к ребенку и объяснить, почему сейчас важно продолжить. И тут на помощь Пете приходит дедушка, который на футбольной площадке, когда у Пети разбиваются очки, объясняет, помогает ему вернуться на эту площадку. И бабушка, которая рассказывает, что, конечно, у нее сейчас суперидеальные получаются пирожки, про которых там все бабули, да, говорят и все родственники. Но не всегда эти пирожки у нее были такие замечательные. Она просто очень-очень долго старалась, долго не сдавалась, и поэтому теперь у нее лучшие самые на свете пирожки, если о них говорят. Также, как и в истории, я обижаюсь. Главная героиня, Маша, очень хочет пойти с мамой гулять, но и очень просит ее быстрее пойти гулять. Но мама очень занята диалогом с папой эмоциональным, и, значит, дочка успевает обидеться до прогулки. И тут мама делает самую замечательную вещь. Она подходит к своей очень колючей дочке в данный момент и начинает проговаривать ей свои эмоции, начинает объяснять ей, почему ей было так важно обсудить до прогулки с Машей что-то с папой, что конкретно она обсуждала, что она сейчас сама испытывает, и что она понимает, что испытывает Маша. И поэтому дальше они как-то очень хорошо выходят из ситуации, имеется. Вообще вся эта линейка, самое важное для нее, это мы показываем фразы, мы показываем способы отработки негативных эмоций и негативных ситуаций, которые рано или поздно, так или иначе, в большей или меньшей степени, некоторые дети больше обижаются, некоторые больше стесняются, происходит с любым ребенком. Я надеюсь, что эти книги, как и другие книги серии «Полезные сказки», окажутся для вас полезными. Эти истории вам понравятся и покажутся очень интересными.